В нашем Телеграм-канале сейчас проходят самые большие скидки. Приватную группу Эндрю Тейта на русском языке вы можете приобрести именно там. И, конечно, по суперцене до конца этого месяца. Так что, если вам интересен Тейт и его философия, и то, как он учит своих учеников делать миллионы долларов, то вам в наш Телеграм-канал. Тысячи покупателей и множество отзывов о том, как их жизнь изменилась после просмотра. Так что переходим по ссылке в описании, либо сканируем QR-код с экрана. А теперь приятного просмотра. Но даже при том, весьма прискорбном обстоятельстве, что эта матрица атакует достаточно глубоко, чтобы бросить меня в тюремную камеру. Я думаю, что должен справиться с этим, как мужчина. Я думаю, что мне следует остаться и закончить процесс. И я должен идти с высоко поднятой головой и страдать столько, сколько мне нужно. Я должен страдать, чтобы придерживаться своих убеждений и знать, что я невиновный человек. Я отказываюсь ломаться, я отказываюсь плакать, я отказываюсь впадать в депрессию по этому поводу. Я собираюсь проснуться и улыбнуться. Независимо от того, что со мной случится, я хочу, чтобы все знали. Во-первых, я никогда бы не покончил с собой. Во-вторых, я думаю, что я как мужчина всегда буду испытывать определенную степень боли и страдать на своем пути. Я не думаю, что ты когда-нибудь становишь успешным человеком или сумеешь быть хорошим мужчиной без боли и страданий. И в моей жизни много раз случалось что-то ужасное. И в то время, если я бы мог это изменить, я бы это сделал. Но оглядываясь назад, ты добр ко мне. Именно это Бог решил сделать для того, чтобы я стал тем, кем я стал. Так что вся эта боль и все страдания, через которые я когда-либо проходил в своей жизни, в конце концов превратили меня в того человека, которого я являюсь. Так что если Бог решит, что мне нужно вернуться в румынскую темницу на сколько угодно дней, то все, что я могу сделать, это смириться с этим, принять его план и признать, что это сделает меня лучшим человеком. Вот и все. Значит, ты видишь Божий план в своей жизни. Абсолютно. Я думаю, что он лучший из тех, кто занимается планированием. И, как я уже сказал, если вы ретроспективно проанализируете все те моменты в жизни, когда вам захотелось бы что-то изменить, то поймете, что он знал лучшее. И мне придется с этим смириться. И даже ты пришел к такому выводу. Мне кажется, я всегда как бы догадывался об этом. Когда я был помоложе, я какое-то время был атеистом. Но по мере того, как ты становишься старше, ты начинаешь по-другому спалять на мир и понимать, что на самом деле для меня главным научным принципом был закон Ньютона о равной и противоположной силе. Если в мире существует зло, а мне хотелось бы думать, что мы оба согласны с этим, то оно определенно существует. Должно существовать равная и противоположная сила, которая является добром. Я хотел бы думать об этом как о Боге. Даже идея Бога как понятие, даже просто как концепция, если эта идея противостоит злу, значит Бог реален. Допустим, корабль терпит крушение, и у вас есть два человека, которые плывут к двум разным островам. И на одном острове ты попадаешь к атеистам, дикарям, и они разрывают тебя на части. А на другом ты попадаешь туда, где верят в Бога, и им не позволено тебя убивать. Даже если это всего лишь их представление о Боге, Бог спас тебе жизнь. Так что я думаю, что даже простое представление о Боге само по себе, если достаточное количество людей верят в Него, заставляет их творить добро, значит Бог должен быть истинным. И это равная и противоположная сила по отношению к мировому злу. Это такое глубокое отличимое мировоззрение от того, которое нам преподносят. Я думаю, что, как ты думаешь, может быть. Именно в этом и заключается разделение на Западе между людьми, которые видят эти силы в действии. Я думаю, что это самое главное. Я думаю, что Запад действительно раскололся на людей, которые мыслят, и людей, которые вообще не мыслят. Я думаю, что для людей не существует такого понятия, как эти два противоположных мировоззрения. Я думаю, что люди верят в существование мировоззрения А и Б. Я с этим не согласен. Я думаю, что существует мировоззрение А, согласно которому хорошие парни, это в первую очередь люди, которые действительно верят в Бога, действительно имеют определенные параметры, верят в стандарты, верят в самоуважение, знают, как сказать «нет». А еще у них есть мировоззрение Б, которое меняется день ото дня, в зависимости от того, что им говорят. А это значит, что у них вообще нет никакого реального мировоззрения. Они просто повторяют одно и то же. К тому же у них нет никаких стандартов и никаких параметров. Ты не можешь сказать им ничего такого, что заставило бы их проснуться и уйти. Это неправильно, потому что у них нет врожденной морали. Я не думаю, что на самом деле существует противоположная сторона добра. Я вообще не думаю, что мы являемся мыслящим населением. Я думаю, что они просто повторяют одно и то же. Такое ощущение, что конфликт между этими двумя группами становится все более острым. Я действительно был бы рад, если бы ты рассказал мне, как бы развивался ковид. Да, именно так и было бы. До того, как появился ковид, я бы сказал, что ни за что. У нас не так уж все плохо. Как я и думал, здешние люди не такие уж тупые. Но когда я столкнулся с ковидом, мне стало по-настоящему страшно. Ты видишь, как нацистам удалось сделать то, что они хотели. Ты видишь, как им удавалось сажать людей в концентрационные лагеря. У меня был совершенно уникальный взгляд на ковид, потому что первые дни эпидемии ковида, когда люди падали в Китае и итальянские больницы, эти больницы были переполнены в разгар паники, когда большинство людей верили. У нас с братом состоялся очень логичный разговор, и мы думали, что мы двое мужчин призывного возраста, в очень хорошей физической форме. Если мы умрем от этого, миру придет конец. Если это может убить нас, это будет зомби-апокалипсис. Так почему же мы и так и будем жить в страхе? Итак, мы нашли единственные две страны, которые были открыты для посещения. Швеция и Беларусь. Мы побывали в Беларуси, это было еще до войны на Украине. Мы решили попробовать себя в Швеции. Так вот, в течение первых трех месяцев эпидемии ковида, в разгар карантина, когда Флорида была закрыта, когда это было реально так. Да, когда это были самые безумные карантины во всем мире, мы с Тридцином находились в Швеции в условиях абсолютной свободы. У них не было никаких ограничений, никаких масков, никаких паспортов с прививками, никакого социального дистанцирования. Ночные клубы были переполнены, обеденные рестораны открыты, совершенно полноценное нормальное общество. И об этом никто больше не говорит. Никто не говорит о личном весе. Швеция никогда ничего подобного не предпринимала. Все это время все функционировало совершенно нормально, а у них самого этого нет. У них никогда не было ничего подобного. Это холодная свина, у нас никогда ничего подобного не было. Так вот, мы жили в Швеции, вели совершенно нормальную жизнь, виделись со всеми подряд, пользовались интернетом и наблюдали за этим безумием. Мы подумали, ну конечно, если мы просто выложим несколько видеороликов о том, как мы веселимся в Швеции в наших клубах, это разбудит людей. Люди не захотели нас видеть. Люди не обращали внимания на свои собственные глаза. Самое страшное во всем этом то, что с помощью медиамашины они могут дойти до такого уровня, когда люди совершенно будут игнорировать свои собственные глаза. Я не понимаю, как можно так промыть людям мозги, чтобы они увидели, что небо голубое, а потом они будут смотреть на это небо с зеленым. А потом они снова посмотрят на него и скажут, небо зеленое. Мне это кажется безумием, но ковид это доказывает, что они могут это сделать. Именно поэтому война становится такой ожесточенной, потому что такие принципиальные люди говорят, как ты можешь до сих пор верить в то, что они говорят. Вот все логические и эмпирические доказательства того, что это ложь. Но этим людям идеологически промыли мозги, и они не хотят принимать достаточно близко к сердцу. У них не хватает храбрости. Необходимо для того, чтобы проснуться и признать, что им лгут. Так что они предпочли бы просто до окончания своей жизни повторять то, что им говорят. Это так страшно. По мере того, как это становится все более и более нелепым, тем более напряженным становятся обе стороны. Я же прав, такер. Так что я не совсем уверен в том, что ждет меня в будущем, но мне нравится верить, что даже мои нынешние подопечные нашли утешение, когда я был в тюрьме. Я имею в виду, что это немного приободряет. Когда я узнал об этом, я уже испытывал к тебе симпатию. Но знаешь, если человека обвиняют в торговле людьми, стоит выяснить, в чем его обвиняют. А когда я обнаружил, что на самом деле никакого обвинения в торговле людьми себя предъявлено не было, и то, что это вообще другое дело, и то, что ты на это не купился и даже не обвинился в том, что покупал и продавал кого-либо, тогда следующий вывод, к которому они неизбежно приходят, заключается в том, что ты им не нравишься, и твои взгляды тоже. Они собираются отправить тебя за это в тюрьму. Это похоже на эскалацию конфликта. Совершенно верно, но если им не нравятся твои взгляды, и ты вдохновляешь миллионы людей сопротивляться рабскому программированию, ты становишься угрозой для них. Так же, как они обсуждают меня. Но ты не можешь отправить парня в тюрьму за то, что ты с ним просто не согласен. Да, конечно, им не следует этого делать, но еще до того, как я попал в тюрьму, члены парламента Великобритании говорили обо мне и о том, каким опасным образцом для подражания я являюсь для маленьких мальчиков. Поэтому они выступили с инициативой, чтобы запретить обсуждать меня в школах. Мое имя нельзя произносить ни в одной британской школе. А еще члены парламента, стоя в парламенте, говорили, что Эйдертайт опасен. Он поощряет у молодых мальчиков женоненавистические взгляды, хотя буквально призываю молодых людей и ходить в спортзал. Поставить за себя, поверить в себя и обрести веру. И в дополнение к этому, ты должен ознакомиться с некоторыми книгами по сексуальному воспитанию, которые дают этим детям. Я думаю, что в возрасте 9 лет ребенку не нужно узнавать об этом. Так вот, они навязывают это детям, но мне запрещено вдохновлять их. Они также навязывают мальчикам травку и видеоигры. Да, совершенно верно, и ты можешь слушать рэп-музыку об убийстве людей весь день напролет. Есть надежда, и лил нас с его гейскими песнями. Он дьявол. Но в то же время я являюсь опасностью для них из-за того, что говорю, идите в спортзал. И как только я понял, что он меня пугает, я сказал об этом своему брату. Раз уж парламент обсуждает тебя, то на данный момент ты фактически считаешься угрозой национальной безопасности. И когда ставки идут наверх, не так ли? А как насчет Великобритании? Великобритания стала более авторитарной страной, не так ли? Да, ты совершенно прав. А как же это произошло? Я надеюсь, тебе понравилось это видео. Не забудь подписаться, поставить лайк и перейти в наш телеграм-канал. Там ты сможешь найти эксклюзивный контент и все курсы инкутейта по лучшим ценам. Лучший перевод и отзвучка. Переходи по ссылке в описании. И до скорых встреч.